Привет, Кирилл! Привет, друзья! И мы продолжаем, несмотря на то, что прошло столько времени. Сегодня у нас 18 занятие по программированию, и мы будем изучать логические задачи. Это задача «Своем ли уме валет?» И сегодня это будет задача шутка. Поехали! Итак, что мы уже умеем? Немножко научились программировать на языке хатки. Мы научились создавать консольные игры, генерировать естественный языковый текст, и решать при помощи программирования разные хитрые математические задачи. Так что мы сегодня продолжим и решим логические задачи. «Своем ли уме валет?» Значит, задача простая. Тройка думает, что туз не в своем уме. Четверка думает, что тройка и двойка обе не могут быть не в своем уме. Пятерка думает, что туз и четверка либо оба в своем уме, либо оба не в своем уме. Шестерка думает, что туз и двойка оба в своем уме. Семерка думает, что пятерка не в своем уме. Валет думает, что шестерка и семерка обе не могут быть ни в своем ли уме Валет. Ну, это задача из занимательной книги Рейморда Смаляна «Алиса в странице Михалова». Очень интересная книга, там много таких задач. В общем, рекомендую. Кратко вспомним, что такое логика и почему она так важна. Логика, в общем, это наука о формах, методах и законах мышления, спиртуальной, познавательной деятельности. И, собственно, вот эти законы формализуются при помощи логического языка. А формальная логика – это наука о правилах преобразования высказываний, сохраняющих их истинностное значение безотносительного смысла, что их высказывания из себя представляют. Тип марка «Заводный питомец» и те, кто думал? Али Путинков. Вот это не просто. А-а-а, я поделюсь сейчас. Все, Александр Петрович. Так вот. Так эту задачу мы будем решать особым образом сегодня. Во-первых, мы попробуем использовать для программирования на языке хаскин русский язык. Во-вторых, напишем программу так, что ее решение будет представлять собой само описание задачи, ну, с точностью до ограничения с языка. Представленная в этой занятии задача решается следующим образом. Первое. Необходимо преобразовать все высказывания, строгие логические выражения. Среди них найти так называемые свободные переменные, для которых нет формы. И доказать или опровергнуть то, что при любых значениях свободных переменных, общее высказывание всегда принимает значение истины. Подумаем о задаче. Что такое не в своем уме? Это значит, что соответствующий персонаж думает как-то не так. То есть, если персонаж в своем уме, то он думает, то все, что он думает, является истиной. Если персонаж не в своем уме, то то, что он думает, является ложью. Как определить, в своем ли уме кто или кто из персонажа или нет? Для этого надо внимательно изучить то, что, о чем персонаж думает. Примем такие соглашения по поводу естественных термозадач. В своем уме это истина, не в своем уме это ложь. пропозиционные связки, то есть «не» и «или» обозначают те же самые пропозиционные связки, что и в формальной логике. И тогда фраза «тройка думает, что туз не в своем уме» преобразуется в простое выражение формальной логики – «тройка» равно «не туз». То есть, если туз в своем уме, то тройка не в своем уме, потому что туз в своем уме. А если туз не в своем уме, то тройка в своем уме, потому что она думает правильно. Ну и записывать мы это будем как 3 равно не а, а от английского слова ace plus. Соответственно, переведем полностью его условия задачи на язык формальной логики. В таблице на экране показаны формулы для каждого из предложений задачи. И, собственно, там два обозначения. А это ace plus, j это j квали по-английски. Соответственно, тройка, двойка, четверка, пятерка, шестерка, семерка показаны цифрами. Но мы знаем, что в языке формальной логики обозначать перемены можно какими угодно символами. Так что цифры тоже для этого подойдут. Ну и теперь при помощи этих выражений нам надо составить формулу для Валета. Поскольку для него надо узнать состояние его ума. Делается это подстановка и сокращение. Но для начала построим дерево выражений для Валета, чтобы оптимизировать свое вычисление. Вот так вот выглядит дерево выражений для Валета. И мы видим, что свободными переменами во всем выражениях для Валета являются две. Туз и двойка. Соответственно, нам нужно перебрать четыре варианта значения этих перемен. Собственно, если мы начнем применять правила формальной логики, представлять, преобразовывать, упрощать, то мы получаем выражение для Валета, что Валет равен шесть, шестерка или семерка. То есть у Валета состояние ума либо такое же, как у шестерки, либо такое же, как у семерки. Ну и дальше, расшифровывая это выражение, мы понимаем, что Валет, он либо как туз и двойка, либо как туз, который не равен ни тузу, ни двойке. В общем, это сложно проинтерпретировать уже на естественном языке, но выражение истинности для Валета такое. Уже можно составить таблицу истинности. Таблица истинности для этого выражения в зависимости от свободных перемен, которые у нас являются, ты помнишь, туз и двойка. Она вот такая. В первой колонке у нас туз, во второй колонке и двойка. В третьей колонке выражение для первой части выражения Валета это туз и двойка. В четвертой колонке не туз или двойка. В пятой колонке туз не равен ни туз или двойка. И последняя колонка – это колонка для всего выражения, то есть для валета. И как ты видишь, в каждой строке колонки у нас стоит значение истины. То есть для любых вариантов значений туза и двойки у валета всегда истина. Это значит, что валет в своем уме. Ну, собственно, вот здесь я написал, что мы сделали. Сам прочитаешь, а мы поймем дальше. Реализуем этот алгоритм, и он выглядит так. Обратите внимание, что мы пишем на русском языке модуль в своем любве валет, где мы импортируем два нужных модуля, и потом обозначаем несколько перемен. Ну, давай вот это все переписываем, и потом я объясню, что происходит. Вот так вот. И вот так вот выглядит запуск программы в языке хаскинг. Мы пишем в своем ли уме валет, и она отвечает – валет в своем уме. Ну, что это я буду доказать. Давай посмотрим, как это выглядит. Значит, называем новый модуль. А самое главное – исходные коды должны быть сохранены в UTF-8, тогда русские буквы он понимает. И вот здесь вот мы можем использовать любые идентификаторы при помощи кириллица. Обратите внимание, что есть два идентификатора одинаковых, как будто бы одинаковых, в своем уме. И первый равен true, а второй равен id. Как ты понимаешь, это вообще два разных типа. И один и тот же идентификатор не может быть одновременно равен true и id. А идентификатор ид. Тут вот обратим внимание, что буква Е в слове в своем уме в конце выглядит немножко друг по-другому. Это потому что тут шрифт в презентации такой. А в коде она выглядит абсолютно одинаково. Но на самом деле это латинская буква Е. Это два разных идентификатора. То есть выглядит в своем уме одинаково, но для языка хаскинг это два разных идентификатора. Ну, тут вот много таких вещей смотреть. Кто-то думает два разных. Слова что душевного состояния, они нужны просто так. Мы их определяем как неопределенные слова. Вот, собственно, функции, которые нам нужны для того, чтобы вывести результат. Соответственно, функция варианта это просто список различных вариантов душевного состояния. Ну, мы определили, что в своем уме это true, а не в своем уме это false. Соответственно, вот этот список возвращает просто true и false. И функция вывода результата, она выводит на экран результат. Если x всегда истина, как мы обнаружили в случае валета, то мы выводим на экран, что валет в своем уме. Если x всегда ложь, то валет не в своем уме. А если часть есть ложь, часть истина, то мы не можем сделать вывод о душевном состоянии валета. То есть он когда наполовину выражение говорит истину, наполовину ложь, это вот невозможно. Ну, вот так вот выглядит решение задачи. Как ты видишь, оно записано прямо так же, как и в условиях. И поэтому решает так, как должно решать. Теперь ответим на следующий вопрос. Что такое логика? Что такое формальная логика? Как решать задачи на формальную логику? Что такое значение истинности? Сколько значений истинности в обычной для нас формальной логике, то есть булевой логике? И какие логики ты еще знаешь? И, собственно, дополнительные задачи такие. Преобразуй написанную программу в нормальный исходный код. Чтобы там не было всяких таких русских букв или тайных замен русских символов на латинский. Потом обобщи этот код и сделай функции для решения логических задач в общем виде. Решай задачи с книги Алиса в стране Смекалки и достигни логического просветления. Я его достиг. На этом все. Пока. Продолжение следует...